Лёня Успенский, Таня Нестерова, Артём Дёмин. Утреннее шоу «Настройка» на Радио Шансон. 10.06. Столица, дорогие друзья, пора начинать звёздную неделю. Начнём мы её с громкого имени. Пришёл к нам в гости наш большой друг, очаровательнейший просто человек. Я бы хотел сказать, что от него всегда пахнет домом, его музыка помогает жить. И он словно в маяк в этом океане музыкального разнообразия. Я знаю, о ком идёт речь, друзья. Мне кажется, вы хотели представить Михаила Бублика. Боже, мы удивились. А кто-то телефон включит. Зачем? Это работает сегодня? Да, всё заработало. Но слава богу, с финансированием пока ещё всё в порядке. Пока всё нормально. Доброе утро. Я недавно был на репетиции по поводу «Пахнет домом». У нас там струнная группа, они не в курсе материала, читают название. Говорят, пахнет домом – это когда дом горит, и от него пахнет. Вот, кстати, я тебе могу дать такую вот небольшую наводочку по поводу «Пахнет домом». Сейчас продают такие вот дезодоранты, реально очень крутые. Хочешь, там можно хлебом пахнет, хочешь, там чем угодно. Есть даже землёй, запах земли. Не надо запах земли. Есть, есть, продают. Мне очень нравятся дезодоранты с запахом нового автомобиля. То есть, если у тебя убитая тачка, там уже какого-нибудь 20-го года, ты побрызгал внутри, и как будто только... 20-го тысяча девятого года. 20-го неубитая, это дорогая тачка, дорогой мой. Девятьсот, конечно. Ну, такая вся разрушена. Ты там побрызгал, и как будто только что из салона. Ну, ладно, давайте поговорим о чём-то серьёзном, действительно. Этой ночью в Лос-Анджелесе прошла церемония, 90-я церемония вручения премии «Оскар». Был ли ты там? Я очень расстроен, Зягинцев не получил «Оскара», я ждал, держал за него кулаки. А вот скажи, ты держал кулаки только потому, что это отечественный фильм, или ты его смотрел, и он тебе понравился? Я его смотрел, и считаю, что это вообще очень крутое кино. За это русское кино совершенно не стыдно. Это настоящее, клёвое, честное, уверенное русское кино. Ты считаешь, что это честно? Потому что многие говорят, что таких ситуаций в жизни ужасных не может быть, ну, слишком уж надуманно. Нет, ну, это, конечно, гиперболизированная проблема, но она существует в обществе, и, наверное, если не обращать на это внимания, то это может превратиться во всё то, что показывает Звягинцев. Согласен ли ты, Миша, с тем, что главным фильмом года стала... «Форма воды». Да, стала картина «Форма воды». А я не смотрел «Форму воды», и поэтому... А что-то вообще из номинатов видел какие-то фильмы? Нет, я сегодня утром читал новости, и я понял, что кроме Звягинцева я вообще ничего не смотрел оттуда. Ну, я на самом деле посмотрела только три фильма, я посмотрела, ой, два фильма «Форма воды», я посмотрела «Три билборда». Я понимаю, что я так жалею, что не получила «Три билборда» «Оскара», потому что, ну, очень крутой фильм. А я сегодня вечером решил для себя посмотреть «Тайну Коко». Мультик. Мультик. Всегда по мультикам. Скажи, а ходил ли ты вот на эти «Четыре дня до Влатова», когда все ломанулиськи смотрели? Ну, там же нет ни одного билета, нет, не ходил, не удалось мне попасть. К тому же я же сейчас весь в репетиционном процессе, мне немножко не до кинематографа. А у тебя что, концерты какие-то намечаются? Ну, подожди, мы об этом хотим же попусть поговорить. Ну, ладно, раз уж сам начал рассказывать про свои концерты. Артисты всегда начинают с концертов, с новых каких-то песен, альбомов. Они боятся, что не успеют про это поговорить. Нет, мы обязательно поговорим о творчестве, потому что мы знаем, что ты человек плодовитый и всегда интересное что-то. Мы можем говорить не обязательно об этом. Я был вчера в салоне красоты, так сейчас называются парикмахерки. Это барбершоп. Да, уже есть новое название. Вот, и мне мастер рассказал вообще удивительную историю. Мы просто проговорились, заговорили о Таиланде. Она говорит, я говорю, вы знаете, там так душно, так влажно, такая влажная сторона. Вы знаете, я думал, она шутит, но она говорит, да, да, вы знаете, у меня там на сумке из свиной кожи выросли грибы. Она была абсолютно серьезная, я не знал, как себя висеть. Я вам клянусь, она говорит, а мне было так омерзительно их оттуда, значит, вырывать потом. Кошмар, кошмар. Слушай, я хочу в этой парикмахерке. Я думал, ты скажешь, я хочу такую сумку, которая сама грибы дает тебе за ночь. Нет, сначала хочу увидеть этого мастера и послушать ее историю. Давайте сделаем перерыв. Друзья, если у вас есть тоже интересные истории про грибы, про сумки, плюс 7909-955-103-0, Миша Бувлик все это выслушает, может ответить на какие-то ваши вопросы в WhatsApp, Viber, SMS, вам помощь. От плохого настроения оградят они как щит. Здесь ведущие настройки. Таня, Тёма, Леонид. 10 часов и 13 минут столицы. Михаил Бувлик у нас сегодня в гостях. Человек, который, к сожалению, не успел поехать на Оскар, поэтому мы не сможем поговорить. Поэтому Оскар приехал к нему. И мы сейчас говорим только о фильмах. Да, мы сегодня сидели, говорили о фильмах, но давайте уже не о фильмах. У нас эта неделя коротенькая, к сожалению, для слушателей, потому что они нас мало будут слышать. К счастью для нас, потому что мы будем больше отдыхать. А почему она короткая? Потому что в четверг, в четверг же, да? В четверг случится большой женский праздник. Весенний. День равенства женщин. Да? Он так называется? Да, День Клары Цеткина. День Клары Цеткина и её Роза Люксембург. Две страшные подруги придумали этот праздник. И с тех пор все женщины, страшные и не очень, празднуют 8 марта. Любишь ли ты этот праздник? Это серьёзный вопрос, ты зря ждёшь под ухо. Ты как-то напугался сейчас, мне кажется. Нет, я просто вспомнил. Лицо Розы Люксембург. Такую картинку, да, где было написано, где были такие старые люди, знаете, старая фотография, ретуш такая, да, там четыре человека, и написано. Эрих и Мария Ремар. В гостях у Залтыковой. Щедрина. Серьёзно, ты готовишься как-то к 8 марта? Вообще, твои дорогие, родные, близкие женщины, они остаются... Почему спрашиваем? Потому что, вот, например, у нас, Таня, да и у Артёма, мы гендерные праздники не празднуем. Никто не поздравляет у нас дома с 23 февраля, никто с 8, прям принципиально иногда даже. У тебя как с этим? Нет, ну и, конечно, женщина, которая находится рядом с тобой, обязана чувствовать внимание, потому что как все это с вниманием, а... Давай начнём с того, что тебе подарила твоя любимая женщина на 23 февраля? На туалетную воду. Да? Да. Понятно, значит, в ответ можно мимозу просто подарить. Ну как это? Нет, туалетная вода. Я думаю, это не дешёвая. Я думаю, что цветы – это самый прекрасный подарок. Ну, мне кажется так, да. Ну, то есть, можно ещё что-нибудь, то, что... То, что ты подслушал там где-то, да, в телефонном разговоре с кем-то там говорил. А иногда так нарочи-то громко. А я там хочу себе там... Да. А ты знаешь, Вика, а я себе хотела бы... Сом... Сомочком. Да, да. Слушай, а вот скажи, вот есть такая категория мужчин, которые приходят в цветочные магазины и просто пальцем показывают на какой-нибудь самый пошлый бык. Вот это хочу. Или на самый дорогой, наоборот. Или же приходят, которые сами выбирают. Ты какой? Ну вот вы сейчас меня спросили, как будто бы я работаю в цветочном магазине. Какой ты мужчина, когда покупаешь букет? Вы знаете, как разные покупатели заходят. То есть, Миша тоже может быть разным. Ты любишь покупать готовые букеты или ты любишь, чтобы при тебе делали, собирали вот... Я вообще не люблю букеты в принципе, но мне нравится так, просто купила хапку и в этом что-то есть настоящее. Романтик. Не, ну... Богатый романтик. Подожди, мне просто интересно, вот сколько всего ты дарил цветов в самый большой такой, большой букет? Ну, сто однородных. Сто однородных. Мало, да? Нет, хорошо. Нормально, хорошо. Я все потом думаю, честно скажу, когда дарят... Но по 30 рублей. Ну, это зря ты сказал. Когда дарят вот сто однородных, я думаю, елки-палки, как же их вообще можно разместить? Где, где такую вазу вообще взять? Или же в ведре как-то не прийдет? Сначала вопрос, где такого мужчины взять, чтобы выгодить. Да нет, просто я думаю, Таня никогда не видела, как выглядит сто однородных. Не видела, клянусь. Это не очень... Но я не хочу, понимаешь? Не очень толстый, я тебе хочу сказать, букет сто однородных. Я тебе больше могу сказать, я своего прошу, чтобы он мне дарил не срезанные цветы, а цветы в горшочках, чтобы они уж так стояли и вот надолго. Слушай, ну давай, ты прям уже как это, как бабушка. Чтобы на подоконнике, может, тебе тогда сразу будет дарить рассаду? Оранжерею. Проще дарить семена. Нет, семена как-то нет. А вот рассаду нормально. Ну что, еще душевника о чем-нибудь поговорим? 30 секунд у нас есть. Давайте чай тогда фарфор нальем и продолжим разговор. Плюс 799-955-130. За 30 секунд ты не успеешь так быстро, это надо несколько раз тебе повторить номер телефона. А давайте медленно, потому что есть люди, которые любят медленно. Да что ж такое-то? Давай, не сбивайся. Я забыла уже телефон. Давай, все, давай. Плюс 7, 909-955-103 и 0. Дочка, а можно еще раз повторить? Да чтоб ты был здоров. А зачем вы это повторите, этот номер? А потому что мы хотим, чтобы люди задавали тебе вопросы. Разумный вопрос, да. У людей же что-то об артистике, есть же какая-то информация, которую хочется прояснить для себя? Сколько стоит концерт? А еще существуют люди, которые звонят на радиостанции. Да, есть такие люди. О них мы и поговорим в следующий раз. Да, но это уже будет чуть позже. Слушай, Павла, про настройку, будешь ты таким же бойким. 10.26 в Москве у нас сегодня в гостях Михаил Бублик, певец, автор и исполнитель. И тут мы сразу отвечаем на вопросы тех, кто по-прежнему сомневается, сам ли Миша пишет песни или не сам. Но, кстати, есть другой вопрос, почему мало клипов? Считаешь ли ты, что у тебя действительно мало клипов? А если ты так считаешь, будешь ли ты как-то бороться с этим? Справлять ситуацию. Да, за клипами занимаются рекорд лейблы. У нас же немножечко другая история, да, с клипами. Приходится самому артисту вкладываться во все это. Вы знаете, сегодня, да, сегодня такая с клипами, клипы безусловно необходимы, но снимать ради того, чтобы снимать, не имеет смысла. Нужно понимать, что ты хочешь сказать, прежде всего, этим зрителю, да, что ты хочешь до него донести. Потом песня сегодня очень быстро устаревает, и поэтому... Сколько в среднем живет песня сейчас? Я думаю, месяца три. Да-да-да. И сегодня очень много этого контента, поэтому я думаю, что клипы, может быть, вряд ли, а вот какие-то концертные выступления мы будем снимать. Мне кажется, вот это гораздо более честнее, чем какая-то постановочная история. Ну, чтобы я уже, если уже снимать, знаете, то это должен быть что-то такое, ну, на миллион, да. Рублей? Ну, рублей, конечно. Да, кстати, приблизительно в этих цифрах, да. Вот, кстати говоря, давай подумаем, можно ли будет снять клип на песню, которая, в принципе, уже достаточно давно в ротации Радио Шансон, которая уже, извините меня, в хит-параде Шансон года приняла. Слушай, месяца два, по-моему, как, достаточно давно, или дольше. Мне кажется, что побольше. С неба белый снег, Миша, сколько песней уже существует? Я думаю, месяца три, да, то есть она, ну, то есть уже после того, как мы закончили ее изготовление. Вот, вот, казалось бы, по твоим словам, да, она уже давно должна вроде как почить, неизвестно где, а нет же, продолжает. Ну, вы посмотрите за окно, там выпало опять снега, нереальное количество. И седьмого, восьмого в Москве обещают еще столько же снега. Да, 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 мне вообще рассказали, что некоторые коммунальные службы, которые заранее всего подготовились, убрали там весь этот снег и пошли домой отдыхать. А, значит, потом приходит такое постановление срочно всем вывезти, поскольку снега навалило, там, я не знаю, 20 машин снега. А они снег-то уже убрали, им приходится покупать у других районов снег. Ой, я знаю, где вы из Концева, пожалуйста, купите кто-нибудь снег. Продаем снег. В общем, я так думаю, что песня «С неба белый снег» не была понята, и поэтому снег вывалил еще раз. То есть нужно все-таки еще раз понять, дорогие коммунальщики, все только для вас. И это будет продолжаться до тех пор, пока на первом месте. Да, да, да. Давайте послушаем эту песню. 10.35 столицы. Напоминаем, сегодня в гостях утреннего шоу «Настройка» Миша Бублик, наш прекрасный, драгоценный друг. Кстати говоря, неоднократный лауреат премии «Шансон года». И в этом году Миша тоже будет получать нашу прекрасную, дорогую, золотую статуэтку. Готов ли Миша уже к такому торжественному событию? Ну, это же не в первый раз, поэтому... Всегда готов. Конечно. За какое время? Уже этот мускул подготовки у меня уже выработал. За какое время артиста предупреждают о том, что ему нужно быть готовым вот к такому-то числу, 21 апреля, чтобы он ничего не планировал на эту дату, и пришел, и выступил. Ну вот вы мне первые, кто об этом говорите, представьте себе. То есть, возможно, тебя не будет. А, я не знаю. Вот вы попадем в интересную ситуацию. Ну, слушайте, подождите, у артистов немножко это по-другому. Миша-то может не знать, но люди, которые занимаются Мишей, все прекрасно знают. Да, и когда Миша скажет, я хочу улететь на выходные в Копенгаген, например, ему скажут, нет, дорогой, ты работаешь. Бывает такое? Да, вот самая главная проблема, это такая невозможность планирования своего отпуска. Сам себе не предоставлен. Да, но есть какие-то железные совершенно даты, в которые ты выдираешь, выгрызаешь. А какие для тебя эти святые даты? Святые даты, это август, я уезжаю в август. Не отвечай без адвоката. Эх, разгуляй, я отвечу из них. Эх, разгуляй, шансон года. Две святые даты у публика, все. И август, день рождения. Да, и все, и день рождения. А август целый месяц делаешь себе отдых. А август и январь, да. Слушай, люди обычно в августе активно выступают где-нибудь на побережье. Я не выступаю, я отдыхаю в августе. Как нормальный человек. Хорошо, хорошо, несмотря на то, что ты вот сегодня впервые об этом услышал, у тебя на такие большие концепты есть какие-то заготовленные наряды? Нет, у меня вообще нет нарядов, я такой омодный человек совершенно. Омодный? Омодный, ну да, а, это же типа отрекционный. Есть асексуальный, а есть и омодный. Да, я не особо слежу. Мне нравятся какие-то такие банальные, наверное, ну для модников банальные вещи удобные. Ну а не бывает такое, что вот на сборном кого-то на шансоне года будут другие артисты. Смотришь там Михаил Захарович Шуфутинский в модном костюме, а ты вот такой омодный. Маршал в смокинге, да. Да. А Миша омодный. Ну я вообще, кстати, из артистов на шансоне года, я там, ну как бы особо модных людей там не видел. О, без адвоката нет, я сейчас на такие вопросы. Не, ну в том плане, что там же достаточно строг, строго, классический, да. А вот в мотоциклетном костюме ты выступал на экране. А вот это зря, вот это зря, простить себе, не могу, был неведом, что творил. Подожди, но есть другой твой номер, над которым мы всегда потешаемся, его показывают по телевизору, когда мы крутим твою песню. Это номер, который случился за два года, по-моему, до выступления Мадонны на церемонии Бритт-Авордс. Представляешь, ты выступил, а она повторила его. Что она сделала? Вот с этим плащом, который не разрезался. Ториазоровский вот этот плащ. Да, 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 и ты был на таком этом, на возвышении. А вы не путайте меня ни с кем в красном плаще. Это был ты. Черный плащ и красная подкладка. Да, да. Как у вампира. Ребята, это невозможно, вы реально меня путаете с кем-то. А вот Миша память подвела. А, вот так вот, дорогие друзья. Да, а мы сейчас Мишу покажем этот номер. Покажите, вы разыграете сценку. Итак, пока мы показываем Мишу номер, сделаем небольшой перерыв, дорогие друзья, и совсем скоро вернемся. Он готовит вас к встрече с трудовым рабочим днем. И весельем обеспечит Лене, Таня и Атем. Утреннее шоу на стройках. Пока вы просыпаетесь, они уже работают. Десять часов и сорок пять минут столицы. Михаил Бублик по-прежнему в студии. И он приближается к Лене. Леня от него отодвигается, экран отодвигает. А потому что мне надо кое-что сейчас ему рассказывать, чтобы он не видел. Да, Миша. А, то есть мы пошалим немножко. Ну, чуть-чуть, да. А потом мы уже, в общем-то, мы закроем тот вопрос, который открыли. Да? Какой мы вопрос закроем? Да, про видео. Про клип. Я все пытаюсь найти этот видеоклип. Хорошо. Значит, смотри. Вернее, не смотри как раз сюда. В мой экран у нас есть такое новое развлечение с артистами. Мы берем год рождения артиста. Ты, слава богу, молодой, тебе нечего скрывать. Ты должен брать ручку. Не-не-не, ничего не надо. Даже думать сильно не надо. Мы берем твоих коллег, берем каких-то известных людей, называем тебе имена. Ты должен сказать, хорошо ли ты знаешь своих одногодок. Ты говоришь по имени. Это одногодка. С тобой человек знаменитый, старше тебя или младше. Готов? Да, интересно. Интересно. Итак, начинаем с Сергея Лазарева. Коллега по сцене. Да, я думаю, да. Что да? Что да? Я думаю, что коллега по сцене. Коллега, да. Это правильно. Ты победил. Игра завершена. Ура. Такая прекрасная игра. Одногодка, старше или младше, как думаешь? Я предполагаю, что, наверное, ровесник. Ровесник. Неправильно предполагаешь, он помладше тебя. Чуть-чуть помладше. Хорошо. Вера Брежнева. Ну, старше, наверное. Нет, ровесница. Приятно было сейчас Вере это услышать, что она старше. Ладно. Сейчас за Веру отомстите Танна Седокова из Виагры. Помнишь, такая рыженькая? Рыженькая. Витально показал, у нее тоже есть. Да. Как думаешь, Танна Седокова, рыженькая? Младше меня. Младше, тоже одногодка. Хорошо. Давай добьем тебя Виагрой. Но если ты скажешь, что эту не знаешь, я буду удивлен. Лобода, Света. А, это точно одногодка. Откуда ты знаешь это? Ну, не знаю. Ну, она правда одногодка. Интуиция. Хорошо. Челеведущий Первого канала Дмитрий Шепелев. Как ты думаешь, бывший супруг Жанны Фрискин? Да, да, да. Наверное, ровесник. Нет, младше. Младше. Хорошо. Александр Панайотов, голосистый наш певец. Старше. Младше. Так. Ирина. Ирина Дубцова, как думаешь? Одногодка. Одногодка. Молодец. А Наталья Водянова, наша гордость, модель мировая? Нет, у нее нет этого. Она плоскенькая чуть-чуть. Она модель. Ну, я надеюсь, что она в Виагре не была. Наверное, младше. Нет, она с тобой одногодка. Ладно, давай возьмем тех, кого знаешь. Тоже модель. На сцене туда ходит, сюда ходит. Красивая. Лена Ваенга. Ну, Лена старше меня. Постарше, правильно. Ой, ну надо же. Так. Певица Линда. Помнишь «Я ворона, я ворона»? Да, Линду помню. Я думаю, она старше меня. Да, женщина с историей, правильно. Ну, так, логику включил, молодец. Так, про игоне в шестом Елены Синбаева, знаешь такое? Сын родила второго. Чемпионка многократная, наша гордость спортивная. Младше меня. Одногодка, представляешь? Так, Женя Плющенко. Коньки. Он старше меня, по-моему. А нет, он мой ровесник, наверное. Подумай, Рудковская найдет, отомстит. Он ровесник, правильно. Ну и давай возьмем основателя Фейсбука Марка Цукерберга. Он старше меня на два года, по-моему. Он младше тебя. Младше меня на два года. А заработал больше тебя в 10 миллионов раз. Ну, кстати говоря, у Миши-то еще будет шанс заработать. Заработать, заработать доброту, позитив и приятные отзывы слушателей. Миша, рассказывай о том, как ты готовишься к своим концертам, которые, кстати говоря, 9-го, 10-го, 11-го марта. Да, 9-го, 10-го, 11-го марта в Театре Армии. В Театре Армии. В Москве. Ты подготовился уже, все? Да, от вас еду снова на репетицию. Мы готовим хорошую концертную программу из двух отделений. Это будет... В этот раз мы решили пригласить еще струнную группу, духовую группу. В общем, было... Сколько народу нагнал на сцену? Вы знаете, нам уже тесно в репетиционную. Реально, мы уже не помещаемся, да. Ну, так по залу распределить. Скажи мне, пожалуйста, а во время репетиции бывает, что что-то вот меняется? Вроде бы планировали так, но в последний момент взяли и поменяли аранжировку песни. Не лишь... Ну, практически нет. Нет, мы можем поменять какие-то... Дело в том, что поменять аранжировку песни, это переписать ноты на 16 человек. Даже если, например, какой-то основной состав может просто запомнить это, то приглашенные, так называемые... Какой-нибудь эксклюзивный, да, черт. Сессионные музыканты. Им не так это просто. Им надо, чтобы были ноты, да. Да, им нужны ноты, поэтому... Ну, если это в рамках каких-то таких указаний, то есть, что господа музыканты могут сами себе там что-то написать в нотах. 30 секунд. Да. Хорошо. Значит, на концерте, я надеюсь, будет тот самый плащ, который Мадонна потом у тебя украла. Я клянусь, этого не было мне приписано. Мы сейчас найдем этот клип. Друзья, я хочу напомнить... Вы, если найдете, я прошу вас повесить это на сайт шансона. Повесим. Но этого нет. Если вы не найдете этой фотографии, пожалуйста, вас в обношенном виде на главный сайт. Есть такие фотографии. Ладно, друзья, 21 апреля. Миша Бублик обязательно появится на премии «Шансон года». Концерт.ру. Это сайт и телефон 495-644-2222. Билеты заказывайте, покупайте, не пожалеете. Мы утреннее шоу «Настройка». Прощаемся с вами до завтра, до 7 утра. Леонид, Аня и Артем. Спасибо, Миша. Пока! Пока!